Здравствуйте, мои хорошие! Всех приветствую на своем канале и приветствую Александра Ахмедова или Кулакова. Это мой ответный видеоматериал на его видеоролик. Я думаю, что мы сегодня поговорим на свободную тему, можно немножко расслабиться, отойти от серьезных тем. Я благодарю тебя за твое внимание. В принципе, благодарю всех блогеров, которые уделили мне свое время за последний месяц. Единственное, о чем я вас хочу предупредить, если вы делаете видеоматериалы для меня, то делайте их покороче. Потому что я, в принципе, не люблю слушать мужскую аудиторию. Не всех, по крайней мере, слушаю. У меня выработался защитный рефлекс. Я в течение 20 лет супружеской жизни слушала аннотации своего любимого мужа, который по трассе до Томска в течение 7 часов мне мог что-то говорить, постоянно говорить, чтобы я не читала книги. При этом я должна была еще слушать музыку. И главное было повторить последнее слово, которое он озвучил, для того, чтобы он не обиделся. Иначе он у меня мог забрать книгу и начать скандалить. Поэтому я всегда запоминаю именно последнее слово. Можете мне записывать видеоролик из музыки, а в конце говорить небольшой текст. Так вот, Саша, из твоего видеоматериала я запомнила то, что я плохой проповедник и просто учителька. Я запомнила то, что я низкодуховная личность. И запомнила то, что мой канал – это заранее запрограммированный проект. И он уже изначально существовал в том виде, в котором существует. Но эту версию я однозначно опровергну. Сегодня расскажу немножко о своем канале. Хочу начать с личной жизни, которая всех интересует. Но, по крайней мере, хочу успокоить Ацтека по поводу того, что я одинокий человек. Ни в коем случае. Вокруг меня достаточно много ярких таких творческих личностей. Это и спортсмены, и каратисты, и боксеры, и певицы оперного жанра, и эстрадные певицы, и художники. То есть достаточно такая интересная семья. И я, наверное, самый такой большой неудачник. Я простой видеоблогер. Но, тем не менее, несмотря на то, что я себя реализую только подобным образом, я чувствую себя счастливым человеком и испытываю позитив о той деятельности, которую делаю. Я рада, Саша, что у тебя тоже есть семья. Я думаю, что ты об этом рассказал после того видеоматериала, который я сделала с темой «Заповедь для мужчин». И я рада, что ты состоялся как мужчина в первую очередь, поскольку у тебя есть семья и дети. Это очень важно, особенно для царя, который должен прийти и править Россию, поскольку у него должен присутствовать данный опыт. Ну, с чего начнем? Начнем, давайте, с того, что ты меня назвал «плохим проповедником». И говоришь о том, что якобы те люди, которые с тобой контактят, говорят о том, что я простая учителька. Я действительно педагог с высшим образованием, с красным дипломом, который ни дня не работал в школе. Ну, так получилось. В жгучие девяностые нужно было выживать, и поэтому пришлось идти в коммерцию. На сегодняшний момент, да, я себя реализую как педагог именно на своем канале, и мне это нравится. И не случайно я свой проект назвала «Школой будущего». Когда-то ученики называли Иисуса учителем, и он гордился этим званием, поэтому для меня это, скорее всего, комплимент. Ну, что касается моего уровня духовности, вы считаете, что он практически отсутствует, ну, по крайней мере, об этом говорил Астек, об этом говоришь ты. По-моему, об этом еще кто-то заикался, кажется, Царствие Божие. Ну, я хочу сказать, что вам, конечно, со стороны виднее. Мы вообще все по-разному приходим к Богу, и в разные периоды, и по-разному, конечно, проявляем свою духовность, по-разному понимаем это слово. Но об этом, наверное, мы поговорим в отдельном видеоматериале. Я к Богу пришла достаточно рано, наверное, мне было тогда 10 лет. Это было связано с личной трагедией, не стала папой. И я помню, как я обратила свои глаза к небу и разговаривала с Богом, и говорила ему о том, что вот что мне теперь делать, и у меня теперь нет мужского плеча. Я понимала, что его не будет надолго. Почему-то вот как-то заранее я знала об этом. И получила вот такой вот информационный ответ. Я твой отец, и я с тобой всегда рядом. И я почувствовала, что действительно рядом со мной всегда присутствует его любовь. И я нахожусь под его постоянным контролем. Многие ситуации происходили в жизни независимо от меня. И решались каким-то вот наилучшим образом. Очень часто меня предупреждали о том, что должно произойти впереди. Поэтому я была готова ко многим ситуациям. Это были видения, сны, либо какие-то информационные потоки шли. И на сегодня, когда вот я имею зрение минус 18, я понимаю, что передвигаясь по незнакомому городу, я свободно иду, и меня как будто бы ведут за руку. И я благодарна Создателю за это. И поэтому вот та деятельность, которой я занимаюсь, в первую очередь, наверное, это мой жест благодарности. Я хочу хоть как-то его отблагодарить за то, что он есть в моей жизни, в первую очередь. Ну, как возник тот проект, та деятельность, которой я занимаюсь. Вообще человек очень далекий раньше был от всевозможных конфессий, там, религий, сект. И вообще от религиозных книг, от библейской литературы, от текстов Корана. Я читала больше литературу познавательного характера. Это были такие авторы, как Лазарев, Синельников, Коновалов. То есть это были тексты, связанные с изучением возможностей человека, психологией человека. Вот эта информация меня интересовала. Я пыталась как-то вот расти в этом направлении. А вот к Библии я пришла совершенно случайно. Меня привело к этому мое состояние здоровья. Мне врачи сказали о том, что я проживу достаточно недолго. Мне дали период полгода. Я, в принципе, особо не расстроилась, не испугалась, но пошла в церковь, зашла в библиотеку, взяла книгу Библии. В этот же день начала читать. И начиная с текстов Соломона, я была в восторге. После этого мне попался онлайн Коран. Я расписала его по темам. Я тоже была очень удивлена этими текстами. Затем я начала читать Евангелие. Затем несколько раз перечитала Ветхий Завет. И когда мне было уже очень плохо, я поняла, что я должна начать делать видеоролики. Потому что нужен был какой-то толчок, нужен был позитив, нужна была улыбка на лице, для того, чтобы не упасть духом. И я включила видеокамеру, начала делать свои первые видеоматериалы. Конечно, у меня не все получалось. Наверное, первый опыт появился на 500-м ролике. Скажу вам однозначно. Например, вот те ролики, которые были до 500-го, мне до сих пор не нравятся. Но, тем не менее, я их оставила, пока не переделала на новый лад. Когда я впервые открыла тексты Библии, то для меня это был темный лес. Я поняла, что это мне напоминает, когда первоклассник открывает учебник высшей математики. То есть мне было все непонятно. И впервые я вообще узнала о заповедях в достаточно зрелом возрасте. И я находилась в состоянии бракоразводного процесса. И первый раз зашла в интернет. Я зашла на страницу в Одноклассниках. И я вам говорю настолько откровенно, что это был самый-самый первый раз. И мне мужчина какой-то прислал букет цветов. И мы с ним разговаривали, спросили, чем он занимается. И он сказал, что он изучает заповеди. Я так была удивлена, потому что я не знала ничего о заповедях. Я спросила, что это такое. Он говорит, что ты не знаешь 10 заповедей. Я говорю, нет, не знаю. Он говорит, как, мы же должны по ним жить. Он мне выслал эти 10 заповедей. Я их прочитала. Я поняла, что я в принципе мало грешна. Я, конечно, не вдавалась в подробности. Я поняла, что я грешу на пункте, где говорится о том, что нужно отдыхать в субботу. Поскольку в субботу я систематически работала. Я подумала, что меня простят. Все остальные заповеди я, в принципе, исполняла. Единственное, что я не углубилась в заповеди перелюбодейству. Если бы я, конечно, изучила ее более подробно, может быть, я бы и не стала разводиться. Уговорила бы мужа сохранить семью. Но на тот момент я решила, что можно жить дальше. Когда я начала проповедовать, я поняла, что мне вот эти вот мои видеоматериалы помогают. Первым моим подписчиком, хочу сказать, что был Дима Макеенко. Так возникла вот эта вот наша дружба на YouTube-канале. И я его немножко знаю. Ну, как немножко, уже, наверное, полтора года мы общаемся. Поэтому, когда говорят о Диме, что-то плохое, понятно, что я реагирую моментально. Никакой проект не был запрограммирован. Я иногда включала видеокамеру для того, чтобы не упасть духом. Я понимала, что мне нужно дожить до утра. Я должна улыбаться. В камеру я плакать не могла. Я вытирала слезы. Я готовила материал. Я конспектировала. Выходила в эфир. Ну, как и, конечно, я заранее записывала эти видеоролики. Но я понимала, что меня смотрят люди, поэтому я должна улыбаться. Ну, постепенно я пришла к такому состоянию, когда я начинала делать видеоматериалы. То ко мне приходила энергия. Причем она меня настолько оздоравливала, что я перешла на такой позитив, что, начиная делать видеоматериал, я начинала автоматически улыбаться. И я от этого избавиться не могу, потому что это не под моим контролем. Я понимаю, что я улыбаюсь, я смеюсь. И я испытываю позитив от того, что я делаю, от того, что я говорю, от того, что я общаюсь. И мне это нравится. И это не всегда зависит от меня. Поэтому реагируйте нормально на то, что происходит со мной. В кадре этот проект не был запрограммированным однозначно. Я работала долгое время одна. Затем ко мне, когда появилась вот эта тематика грядущей цари, начали приходить цари. Мы начали общаться ВКонтакте. Первым из людей был Влад Кузубов. Очень тактичный такой, степенный человек. Очень такой образованный, интересный. И он очень хотел, чтобы мы работали в единой команде. Он сделал свои видеоматериалы. Настаивал, чтобы мы общались и как-то творчески работали вместе. Я отказалась, честно вам скажу. Потому что на тот период я, наверное, была кошкой, которая ходит сама по себе. Мне было интересно самой собой. Я работала и была самодостаточным человеком. И позднее уже, когда начала общаться с другими людьми, я стала понимать, что, конечно, мне не хватает вот этого общения. И, может быть, даже где-то пожалела за то, что не стала общаться с Владом в какой-то момент. Тем не менее, мы разговаривали в Фейсбуке. Затем в моем проекте появился Александр Ральков. Появился он в тот момент, когда я уже начала падать в обмороке. Потому что ролики помогали незначительно. И дошло до того, что, когда должна была зацвести сирень, я понимала, что я очень хочу дожить до утра. Я очень хочу ее увидеть и понюхать. Потому что состояние было настолько нестабильным и плохим. И вот в этот момент появился Саша Ральков в моей жизни. По крайней мере, на моем канале. Поскольку в моей жизни он присутствовал только виртуально. Мы начали общаться. И Саша мне помог выздороветь. Буквально в какой-то момент он позвонил по телефону. Когда мне назначили переливание крови. Он сказал, клянись, клянись, что ты не будешь этого делать. Клянись, что ты с завтрашнего дня не пьешь лекарства, не ставишь уколы, не ходишь в больницу. Ты садишься на натуральное питание, на систему без воды и выздоравливаешь. Я поклялась. И, вы знаете, мне это помогло. Поскольку человек очень обязательный. Я выздоровела буквально на третий день. Мне уже стало лучше. Уже от понимания того, что я просто обязана это сделать. Потому что я поклялась. Ну и уже, наверное, к августу месяцу мне стало лучше. С Сашей мы сделали несколько десятков видеоматериалов. В том числе, видеоматериалы про видимость нашего богосоздателя. Наверное, вы видели там пробные видеоролики. Их было по два иногда. Потому что мы обсуждали с ним, как преподнести материал лучше. Это был достаточно такой творческий процесс. Я вам хочу сказать, что если бы Рольков позиционировал себя как царь на YouTube-канале, то есть позиционировал себя в первую очередь как проповедник, то он многих бы заткнул за пояс. Потому что у него достаточно такая хорошая, лакаричная речь. Он хорошо цитирует тексты. Если он трезвый. Но если Саша пьяный, то, а бывает и такое, то вот из того текста, который он говорит, одно слово на русском, а остальное сленг. Наше общение продолжалось, наверное, до августа месяца. То есть вот до Дивеева, когда он поехал в Дивеево, он приехал и вообще возвращался оттуда в каком-то другом уже состоянии. Это был другой Саша. Он мне говорил о том, что поменяй название канала, начни называть правитель пришел, потому что он действительно пришел. Это чувствуется, говорит, по обстановке в Дивеево. Потому как говорят батюшки о царе, они говорят, говорит, с какой-то боязнью. То есть они понимают, что он должен появиться. Он рассказывал о том, что он увидел человека, который выходил из леса, что он общался еще вот с каким-то царем. Говорил о том, что он разговаривал обо мне, что этому человеку не нравилась подача мной материала, в том плане, что я выгляжу как кукла размалеванная. Поэтому он начал влиять как-то на мой дресс-код. Ему не нравились вырезы там на моем платье, не нравился макияж. Я должна была в эфир выходить без косметики. Для меня это было достаточно стрессовым состоянием. И мы, чем больше Саша командовал, тем больше вырезы были на платье. И вот один раз, кстати, под видеоматериалом Олег мне написал, что вы своими платьями распугали всех царей. Позднее под видеороликами выяснилась ситуация по поводу Дивеева. Поскольку Саша мне присылал фотографии, рассказывал о затмении Луны, но не рассказывал, что же там произошло. Люди мне начали писать по поводу того, что действительно в Дивеево во время крестного хода они видели царя, которым оказался впоследствии Олег. И у меня после Саши посещения Екатеринбурга начались видения. То есть я начала видеть человека в военной форме, и у меня шла информация, военная форма. И я видела со спины, это был высокий такой человек, я рассказывала в одном видеоматериале про это, он был в военной форме, это была гимнастерка, была вот какая-то военная такая накидка, типа плащ-палатки или вот накидка, как раньше была у солдат. И я понимала, что каким-то образом вот этот вот человек связан с военной формой, связан с военной деятельностью. Больше никакая информация и мне не приходила, пока не написали под видеоматериалом о том, что видели в Дивеево человека, который, возможно, является царем. И потом уже позднее Олег рассказывал о тех событиях, которые происходили в Дивеево, о том, что он действительно там был, о том, что его снимали на видеокамеру. Очень многие, но нигде не в соцсетях, не по телевизору эта информация не просочилась. После того, как мы раскрыли с Олегом пророчества Серафима Саровского, Ральков вообще перестал со мной общаться, он мне прислал видео, как он шел в Библию, я была в шоке. И, в принципе, на этом наше общение закончилось. Было еще общение, конечно, с другими царями, с которыми я пыталась тоже как-то осуществить диалог и сделать какие-то видеоматериалы. Не получился у нас, к сожалению, проект, который мы планировали с Игорем Петровичем. Хотя, в принципе, я думаю, что наше общение каким-то образом пошло обоим на пользу. Были и другие люди. Кстати, когда Олег появился, то, в принципе, меня устраивало то, что многие из царей начали выздоравливать. Ну, я, конечно, Саша, извиняюсь за то, что у нас не получилось общение с тобой. И я хочу сказать, что вот как-то получилось такое интересное стечение обстоятельств. Мы с тобой разговаривали ночью с 28 на 29 сентября. И я помню, ты говорила о том, что ты очень хочешь помочь России. И что, возможно, да, ты являешься грядущим царем. И попросил меня о том, чтобы мы полечили женщину. И мы с тобой делали вот ночной сеанс. Лечили жену твоего друга. В одно время мы с Сашей договорились читать молитву. Я читала «Отче наш». Обычно я, если занимаюсь лечением, я просто лечу приложением руки и читаю молитву «Отче наш». То же самое было вот в этот день, только на каком-то информационном уровне. Это была ночь, ночное время. И вот после этого сеанса мне стало сразу резко плохо. У меня поднялась температура, у меня появилась симптоматика гриппа. Но я все равно ночью сделала видеоролик про Анастасию. Об этом попросил карманцев. Поскольку я давно обещала, и я все-таки выдержала ночь с трудом и со слезами наделала видеоматериал. И в течение дня мне написал Олег, попросил телефон, чтобы поговорить, пообщаться. И вечером, когда мы начали общаться, я понимала, что я не могу говорить. Я его предупредила, что я нахожусь в таком состоянии, что я даже разговаривать не могу. Ничего страшного. Можно я вам только позвоню? Он позвонил и сразу начал меня лечить. Он понял, что я не могу разговаривать, потому что слышал и по голосу, и я откровенно сопатила. Хватило буквально двух минут для того, чтобы меня стабилизировать. То есть он реально меня вылечил. Вылечил в течение двух минут. Мы затем проговорили несколько часов. И я была настолько удивлена, что он может его лечить на расстоянии. И он мне в течение полугода много раз помогал. Жена им теперь больше, общаемся. И вот, Саша, не получилось общение с тобой, потому что появился в моей жизни, на моем канале Олег. Потому что после этого лечения, естественно, мы как-то начали обсуждать темы библейские в первую очередь, начали обсуждать темы видеороликов. И вот этот проект вы теперь видите в том виде, в каком он состоялся, совершенно случайно. Поэтому говорить о том, что это была изначальная задумка, совершенно нельзя. Но, наверное, все по воле Божьей. На сегодня, да, это наша общая проекция, но мы не пришли к единому мнению. То есть между нами, да, существует трение, существует разногласие, мы часто спорим по многим вопросам. К сожалению, я совершенно не умею слушать, тем более мужчин, я вам об этом говорила. Мне очень стыдно перед Олегом, и я извиняюсь, поскольку я плохой слушатель, и не всегда его дослушиваю, и поэтому мы не всегда друг друга понимаем. Есть у нас разногласия, в первую очередь, по поводу Корана. Как Олег и говорил, он не почитает ислам, потому что он не изучал тексты Корана. Я на сегодняшний момент понимаю, что Коран для меня это находка, и я обязательно буду с этими текстами работать. И я поддерживаюсь истинного православия, то, с которым приходил Иисус Христос, поскольку я считаю, что его знания, его учения опирались на первые богодуховенные тексты, на заповеди Моисея, и об этом доказывают тексты Евангелия. И сегодняшние христиане, они далеки от этого православия, и Иисус никогда не был христианином, христианином, поскольку он не мог быть им, не мог быть собственным последователем и учеником, он был просто самым настоящим праведником, мессией и православным человеком. Не было в нём присутствия какой-то ритуалики, которая существует у сегодняшних христиан. Олег поддерживает вот то состояние веры, вероисповедания, которое присутствовало во времена правления Александра III, Николая II. Я его понимаю, потому что он считает, что его близкие люди шли по правильному пути, и Россия в тот момент была духовной страной. И он хочет идти вот именно в этом направлении и поддерживает вот эту вот веру предков, как он говорит, и считает, что мы можем выйти на новый духовный уровень, вернувшись вот к этому старому, то, что было в начале предыдущего века. Частично я с ним согласна, конечно. Есть у нас разногласия относительно икон, поскольку для меня важны тексты Ветхого Завета, где говорится о том, что изображения – это кумиры. Поэтому я отношусь к иконе как к средству передачи информации. Олег более трепетно относится. Ну, тем не менее, мы работаем вместе и во многих вопросах сходимся. И мне бы хотелось, конечно, продолжать эту деятельность. Ну, на этом, наверное, все. Что мне хочется сказать, Саша, о тебе? Мне, конечно, нравится, как ты преподносишь материал. Ты достаточно интересный оратор. И у тебя есть хорошие задатки и возможности. В отличие от меня, ты мог бы быть очень хорошим проповедником. Если бы действительно цитировал тексты, почему-то на сегодняшний момент вы как-то относитесь к цитированию достаточно негативно, больше говорите от себя. Каждый выбирает свой путь. я не в праве кого-то осуждать. Но, тем не менее, если ты будешь это делать, это не будет лишним. Я рада, что ты поддерживаешь то, что я цитирую Коран. Потому что я читаю всегда твои комментарии. Для меня важно твое мнение. Поверь мне. что мы можем на сегодняшний момент изменить? Мы можем построить ту платформу, которая необходима для прихода грядущего царя. И даже если ты им будешь, то эту платформу нужно начинать строить сегодня. И поэтому ты можешь воздействовать на то общество, которое тебя слушает. Для меня, конечно, главная цель это донести заповеди, которые я довольно-таки поздно изучила, к сожалению. И если бы я их узнала раньше, возможно, моя жизнь была бы несколько другой. И я бы по характеру, возможно, была бы другой. Может быть, отношение к мужчинам было несколько другое. в том плане, что они бы для меня были более авторитетны. Ну, на этом все. Всего вам доброго. До следующей встречи.